Яркая и богатая история Гродно, его политничность и толерантное отношение к святыням разных религиозных конфессий делают областной центр привлекательным туристическим объектом. Помимо архитектурного и культурного наследия, спросом у гостей города также пользуются качественные и доступные товары легкой промышленности и продукты питания. Однако приезжие хотят не только покупать их в магазинах, но и видеть, где и как они производятся. В связи с этим экскурсии на предприятия сегодня набирают обороты. Так, в минувшие выходные на Молочном мире встретили 80-тысячного безвизового туриста, посетившего производство в составе туристической группы. Примечательно, что им стала руководитель литовской турфирмы Вилма Амелевиченя. Прошедшая неделя порадовала еще одной круглой цифрой. География туристов расширилась до 70 стран мира. Чаще всего к нам приезжают из Литвы, Польши, Латвии, Германии и Эстонии. Однако в последнее время участились визиты гостей из Италии, Франции, Голландии, Чехии и США. Полмиллиона туристов у нас сегодня. Буквально в ближайшее время будет уже 480 тысяч туристов посетило Гродненскую область. Это туристы не только из-за рубежа, но и из нашей страны. Мы видим, что туристическая отрасль может приносить большие дивиденды в экономику нашего региона. И, наверное, одна из отраслей, которая динамично развивается, с такими приростами, семимильными шагами мы движемся вперед. В этом году 45 тысяч гостей Гродненского региона посетили местные заводы, фабрики и комбинаты в составе экскурсионных групп. Заглянуть в сердце производства и собственными глазами увидеть, как создается продукция, предлагают 30 предприятий области.